ребят всем привет вы из каналаем за сегодня у нас в работе интересный автомобиль это хендай стария 21 года 60 тысяч пробега по какой причине она сегодня у нас причина такова что при включении драйва реверса машина глохнет машина давайте уточним это 2 и 2 дизелечек на восьмиступенчатом автомате коробочка у нас a8 lf2 это полноприводный восьмиступенчатый гидравлический автомат значит проблемы у человека начинались давно при переключении там 1 2 4 5 были небольшие пинки и рывки он пытался спасти все это заменой масла но к сожалению не получилось коробка все-таки умерла сейчас мы коробочку демонтируем отправим ее миши павлюку нашему мастеру он и разберет и более подробно вам расскажет здравствуйте сегодня нашего техцентра в теплом стане новояснево приехала очередная коробка передач это у нас очередная a8 lf2 поломки с данной коробки начинают набирать массовые обороты как я и говорил то есть будет интересно сколько это все массово как показывает время в принципе проблема есть проблема очень большая потому что за очень короткий период начинает машина сыпаться коробка у нас полноприводная стария соответственно тоже полноприводная здесь у нас смотрите какая интересная форма у нее под угловой редуктор я думаю наш оператор когда будет снимать установку он снимет покажет вам и как он выглядит вживую так сняли картер коробки как вы видите здесь у нас в принципе все на вид в порядке подшипники целые целые что мы здесь видим шлицы мазаные дифференциал в порядке коробка внутри относительно чистая резиночки от этих сейчас проверим масло черное грязное хотя фильтр вид чистый так это у нас насос нужно сейчас его разобрать посмотреть его состояние насос прикручен с двух сторон поэтому когда вы внутри открутили болтики забывайте что болтики есть еще снаружи до насос как я предполагал изношен свете как насколько он задрот это говорит о том что было много стружки чем ситуация напоминает один-в-один как у нас уже происходило в предыдущем видео то есть разбираем поэтапно но принципе результат уже в принципе понятен что скорее всего с коробкой по коробке у нас будет замена насоса и некоторых расходников причиной смерти всего агрегата это будет гидро трансформатор после того как мы сняли демонтировали насос нужно достать первичный вал несложно не забывайте проверять вот эти вот тефлоновые уплотнительные колечки если на них есть следы износа либо их закусила их нужно обязательно поменять так же проверяем все пакеты как вы видите задиров следов износа на них нету пакеты в хорошем состоянии здесь у нас планетарная передача солнце также куча подшипников старайтесь ничего не терять так далее чтобы разбирать нам нужно видите здесь у нас мешается если достать можно лучше лучше убрать здесь у нас датчик скорости первичного вала чтобы его снять нам нужно снять гидроблок так выглядит крышечка прокладочку нужно ставить всегда новую снимать ее нужно очень аккуратно потому что она очень хрупкая как я говорил в предыдущем видео очень дорогая так вот так выглядит гидроблок масло с него вытекает но это как бы нормально мы его тоже дадим в опрессовку будем проверять его на утечке и на работоспособность вот наши датчики видите налета металла это металл это металл на ней электромагнитные то есть поэтому они магнитят на себе металлическую стружку соответственно более чем уверен что металла от пакетов и всего остального мы здесь вряд ли обнаружим скорее всего этот металл как раз как и в предыдущей коробке он из гидротрансформатора но более точно мы знаем когда его распилим налет но при этом видите задиров нет стружки нет пакеты вообще даже не подгоревшие в идеальном состоянии пакеты как они там называются как я говорю пониженного трения во видишь они какие интересные необычные почти все вышел они тарки шестереночка вот она стопорное кольцо хитрая сниму чтобы не потерять ставлю сюда на место теперь мы можем вытащить промежуторную промежуточную шестерню подшипничку подал здесь у нас поршень прям в крышке здесь у нас забывайте все те же тефлоновые колечки вот они все нужно прокрутить и посмотреть чтобы не было нигде на них чтобы они не были раздавлены их обычно выдавливая давлением если что-то не так у нас здесь как мы видим все в порядке подшипничек упорное кольцо подшипника его сразу стороночку чтобы не потерять достаем корзину с пакетами здесь у нас сразу два пакета как вы видите уложено тут же стоит поршень который давит работает он через вот эти вот отверстия сразу же до проверяем тоже пакета на износ видите выработки толком нету робко может сказать новая в общем эти все фрикционные пакеты можно будет использовать да конечно мы их все помоем почистим мы будем повторно сюда запаковывать померяем зазоры на них и будем заново устанавливать сюда же вообще чистенький ведь люфтов практически вообще нету вот это конечно не может не радовать что пробег 64000 износ вообще настолько минимальный что в этой коробке ходить и ходить здесь у нас тоже пакет с фрикционами нет нигде ни нагара ничего в отличном состоянии на него как раз крышка давит вот это она смотрите тут внешнее кольцо планетарки здесь же солнце сразу видите для следующей планетарки то есть планетарка в планетарку вставляется и путем замыкания пакетов меняется в крутящий момент то есть по факту переключения на этих коробках практически не слышно кстати вот обязательно дает все втулочки чтобы они сильно ранее разбитые буду проверять когда их разбивает начинает бог гнать бронзовую стружку и принос приводит к износу коробки быстрой поломки подшипничек у нас принципе осталось посмотреть проверить последний пакет фрикционов ну как я и говорил что скорее всего мы разберем эту коробку все будет практически в идеальном состоянии внутри так и есть смотрите они как новые разборка дефектовка окончена в принципе по механической части с коробкой все понятно у нас пока что под замену только лишь масляный насос нам нужно опрессовать гидроблок проверить на утечке все клапана и соленоиды и нам нужно проверить гидротрансформатор я более чем уверен что причина будет именно в нем после проверки мы вам обязательно покажем результат что нам нужно проверить гидроблоком и что мы будем проверять Продолжение следует...